Привет друзья, с вами снова канал Кинг Драйв и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Роллс-Ройс еще в 2016 году впервые заговорил о собственном электрическом автомобиле, который теоретически мог бы стать воплощением чего-то необычного и экстраординарного. Так на свет появился концепт 103EX, который и стал предвестником больших перемен. Правда перемены эти наступили только сейчас, в 2021 году. Кто не в курсе, британцы пару месяцев назад анонсировали свой первый полностью электрический автомобиль и вопреки всем законам рынка им стало двухдверное купе с довольно необычным именем Спектр. На данном этапе электрокар проходит активные испытания в различных погодных условиях и его дизайн остается загадкой. Хотя не исключено, что модель позаимствует определенные дизайнерские решения у концепта 103EX. С технической стороны это будет абсолютно новый проект, не имеющий практически ничего общего с BMW. Спектр будет построен на абсолютно новой платформе, не связанной с другими наработками концерна BMW EG. Но все же кое-что британцы позаимствуют у немцев. Благодаря новой утечке информации стало кое-что известно о силовой установке новинки. И здесь стоит упомянуть о еще не представленном BMW AX в модификации M60. Немцы обещают показать топовую версию электрического кроссовера уже в январе 2022 года. И по последней информации Спектр позаимствует у этой версии силовую установку. По последним данным это будет абсолютно новая разработка компании, представляющая из себя два электромотора, выдающие в сумме почти 600 лошадиных сил. Тот же BMW AX с такой силовой установкой сможет без особых проблем разменять первую сотню всего за 4 секунды, что довольно неплохо. А вот Rolls-Royce будет немного медленнее, так как владельцам этих автомобилей спешить попросту некуда. А если серьезно, то все дело в массе. Спектр будет банально тяжелее из-за большего количества шумоизоляции и различных технологий. Кроме того, в BMW неоднократно намекали, что новые моторы будут значительно эффективнее своих нынешних аналогов. И это очень серьезно скажется на запасе хода конечного продукта. Британцы обещают запас хода более чем в 500 километров пути. И это возможно благодаря очень большой батарее емкостью более чем в 100 киловатт-час. А теперь главный вопрос, когда же Rolls-Royce представит свою чудо-машину? Скажу так, в ближайшие два года она точно не выйдет, так как компания очень серьезно относится к своему первенцу и будет стараться довести его до идеального состояния, насколько это возможно. Toyota совместно с Suzuki и Daihatsu якобы разрабатывают среднемоторный спорткар. Эту столь необычную информацию сообщило японское издание Best Car Web, ссылаясь на свой источник внутри компании. Самое любопытное, что каких-либо технических данных о будущей новинке у журнала нет. И уже из-за этого к этому источнику информации можно отнестись с изрядной долей скепсиса. Если бы не одно «но», еще в 2018 году Toyota изъявила желание возродить имя MR2, которое принадлежало компактному купе. С тех пор утекло много воды, и в компании больше никто не упоминал это имя. И вот сейчас по сети поползли слухи о безымянном загадочном проекте, в который Toyota привлекла еще двух производителей. Вполне возможно, что речь идет как раз-таки о новом поколении Toyota MR2. А почему бы и нет? У Toyota есть опыт создания спортивных автомобилей в союзе с другими японскими производителями. К тому же проект тысячесильного гиперкара GR Sport заморозили, и неизвестно, когда японские инженеры вернутся к работе над ним. Так что все возможно. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Рискнет ли Toyota построить среднемоторный спорткар? Как всегда, оставляйте свои отзывы под этим видео, а мы двигаемся дальше. Новое поколение маслкаров от Dodge лишится знаменитой 5,7-литровой V-образной восьмерки семейства Hemi. Этот двигатель активно используется компанией в базовых и среднеуровневых модификациях Dodge Charger и Challenger. В самой простой своей интерпретации, этот бензиновый монстр способен выдать 375 сил, что довольно неплохо. Но учитывая огромный объем в 5,7 литра, такой порядок дел может не устроить экологов. И это вполне ожидаемо. Американскому изданию Muscle Cars and Trucks удалось узнать очень интригующую информацию. Оказывается, американцы, по заверениям издания, разрабатывают абсолютно новый двигатель. И это просто невероятно. Ведь речь идет о рядной шестерке объемом 2,9 литра с заводским индексом GME T6. Учитывая, как все привыкли к огромным и прожорливым V-образным мотором американского автопрома, увидеть такой достаточно компактный двигатель под капотом Dodge будет настоящей неожиданностью. С другой стороны, Ford со своим Mustang давно уже пошел по этой тропе. Да и Chevrolet Camaro не отстает. Единственный динозавр, который сопротивлялся современному тренду даунсайзинга, это Dodge. И, судя по всему, его оплот тоже рухнул. По последним данным, двигатель дебютирует на новом Challenger и будет выдавать в своей самой слабой модификации 400 лошадиных сил. Вряд ли американцам удастся избежать прямых сравнений с рядными шестерками от BMW и Mercedes, но оттого игра становится еще интереснее. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!